Особое мнение на 101FM Это Мородыково и снова Мородыково Потому что какую программу уже и я и мои коллеги начинаем именно с этой темы Она одна из самых жарких сейчас, несмотря на холодное лето И это потому, что жители региона один за другим проводят митинги Прошли митинги в Котельниче, в Слободском, в Кирове В эти выходные прошел митинг, который собрал по разным данным от 1000 до 2000 человек В нашем эфире ваш коллега, тоже вице-спикер ЗС Владимир Костин Сказал, что митингами, на его взгляд, реально добиться Чтобы власти полностью отказались от идеи появления вот этого предприятия По переработке отходов первого и второго классов опасности В Кировской области, в Мородыково конкретно Вы как думаете, реально и нужно ли? Ну, смотрите, то есть сам факт того, что проводятся митинги Даже не то, что они проводятся, а то, что митинг, который проведен был в Кирове Собрал очень большое количество людей А очень большое, это много, на ваш взгляд? Ну, вот по официальной информации от полиции было свыше 800 человек По информации на разных сайтах полторы-две тысячи человек Но там даже 800 человек за последнее время Это очень и очень и очень много Вот сам факт того, что люди, несмотря на летний сезон Несмотря на окончание учебы в институте И сегодня студенты разъехались по своим городам и весям Люди пришли, говорит о том, что То есть это говорит о том, что есть определенный разрыв коммуникации Между инициаторами, авторами идей о строительстве завода По утилизации отходов первого и второго класса опасности в Мородыково И простыми людьми, которые не понимают, чего ждать Не понимают, можно ли будет после ввода объекта в эксплуатацию Сохранить здоровье свое и, самое главное, детей И головы людей наполнены абсолютными, в том числе, мифами и фантазиями То есть я внимательно отсмотрел телевизионные сюжеты Люди говорят о каких-то радиоактивных озерах О каких-то страшных вещах Это нехватка информации Это показатель того, что те каналы коммуникации, которые до настоящего момента были избраны инициаторами Я не говорю о региональной власти, это вопрос федеральный И они не доходят до людей У людей нет информации Отсутствие информации заполняется всяческими страхами И сам факт проведения митингов Это огромный запрос на такую информацию На то, что мнение людей точно должно быть услышано Тем более у нас недавно по ситуации с Шиесом на медиафоруме ОНФ Когда Путин задал этот вопрос Он сказал, что такие решения нельзя принимать без учета мнения людей Люди хотят, чтобы их мнение было учтено В то, что митингами можно добиться внимания Да, я верю, и это может сработать Но ведь вопрос следующий Добились внимания, и что дальше? Вопрос в том, что, на мой взгляд После проведения каких-то массовых акций При привлечении внимания должна быть сформирована Некая группа переговорщиков Посредников, да, между митингующими Весьма разношерстными, разнородными В том числе, там, огромное количество людей Беспартийных совершенно И органами власти И госкорпорацией Росатом То есть, кто те люди, которые будут вести переговоры От лица с общественностью От лица общественности Пока вот каких-то ярких лидеров Которым бы бескомпромиссно доверяли Все участники митингов я не увидел Но, возможно, это произойдет Это неминуемый этап Иначе будет простая митинговщина То есть протесты без диалога Без переговоров Через кого информацию-то передавать людям Пока власть, я так понимаю, и не идет На этот разговор и диалог Потому что, я помню, были другие митинги По мусору были митинги Когда сам губернатор приглашал Их организаторов на разговор Сейчас такого нет Вот диалог, на самом деле, пошел В каком ключе? Если помните, в конце мая Была инициирована губернатором области Встреча общественности И представители Росрао Как раз по вопросу Мородыковского Я на этой встрече был И был одним из со-модераторов Вместе с Валерием Семенищевым Со стороны общественников Один из вопросов, который я озвучил И который, на мой взгляд, жизненно необходим Это создание некой общественной группы контроля Которая будет включать представителей Вот этих разных структур Людей, которым общественность доверяет Которая сможет получать информацию Которая сможет доводить опасения людей До Росрао И были услышаны Вот буквально 26 июня Прошло заседание общественного совета Госкорпорации Росатом На котором было принято решение Озвучено руководителем корпорации О том, что и в общественный совет И в специально создаваемую группу По перепрофилированию завода В том числе в Мородыковском Должны войти представители общественности регионов В том числе и Кировской области Это уже первый шаг Вопрос в том, чтобы выбрать тех людей Которые будут представлять нашу общественность В госкорпорации И получать ответы на все те вопросы Которые волнуют граждан То есть поэтому, на мой взгляд, диалог Точно идет Вопрос в том, может ли он привести К каким-то результатам Наверное, может Потому что, наверное, тут надо разделять Две линии обороны, скажем так Первая линия Строить или не строить Вот даже у меня Хотя я, в принципе, в эту тему Наверное, чуть более там Чем другие коллеги погружен Даже у меня возникает вопрос Почему для строительства этого объекта Была выбрана федерация именно Кировская область Потому что, вот берем официальную Статистику, которая, кстати Получена от Росатома И видим, что в Кировской области В год образуется в среднем 589 тонн опасных отходов Первый и второй класс опасности Это вот эти ртутные лампы, масла Там прочее, прочее, прочее На минуточку Расчетная мощность объекта 50 тысяч тонн Кто у нас самый больший В Приорском федеральном округе Образователи этих отходов Саратовская область 21 тысяча тонн в год Почти половина мощности объекта Которые планируются в Горном Хотя бы есть обоснования Рядом с местным образованием Этот объект строится Но у нас во всем Приорском федеральном округе Не набирается 50 тысяч тонн У нас основные объемы Вот такие Больше 50 тысяч тонн Это Сибирский федеральный округ Но, коллеги, тогда, возможно Правильнее было бы С учетом выделения федеральных средств Рассмотреть возможность Объект там строить Ближе к образованию отходов Это Кемеровская область Это отходы горнодобывающей промышленности Это Алтайский край Там тоже огромное количество Эти отходов Вот стоит там То есть первый вопрос Это вообще Откуда взялась идея Строить в Мородыковском Потому что Если говорить о том Что здесь все есть Ничего же не останется По большому счету Кроме энергетики Кроме фабричных корпусов Внутри-то все будет переделываться И, возможно, целесообразно На эти федеральные миллиарды Было бы объект построить Где-то там поближе Туда, где они образуются А в Мородыково что-то другое А в Мородыково что-то другое Потому что один объект Из пяти По уничтожению химоружия Успел Вовремя сменить профиль И там биотехнологический кластер Создается О чем, кстати, речь шла И по Мородыковскому То есть Это первая линия обороны Строить не строй Вторая линия обороны Если все же решение будет Устоит Это обеспечить полную прозрачность Всех процедур Технологий Которые должны на входе Людям быть презентованы И доказана быть их безопасность До окончания строительства И дальше контроль эксплуатации Потому что вопрос важнейший Сама тема там без сомнения обоснована У нас в России Только полтора процента Опасных отходов Перерабатывается Они не переработаны Они попадают на полигоны Вот первый класс опасности Это отходы После которых Экосистема не восстанавливается То есть Вот что ни делай Это в том числе Технические масла И через тысячу лет Они будут уничтожать Вокруг себя все живое В том-то и дело Понимать важно Такой завод Это благо Или это Или это Не благо То есть Идея создания таких заводов Назрела Вопрос в использовании технологий Вопрос в том Что Ну на мой взгляд Еще раз повторюсь Они должны быть размещены Поближе К местам образования Тех опасных отходов К которым Кировская область Не относится И запас у нас гигантский То есть 500 тонн Против 50 тысяч Это ну такие Несравнимое множество Вот То есть Да надо Вопрос Почему здесь Да А вот Вернемся К линии обороны Как вы сказали К первой линии обороны Реально все-таки Добиться того Чтобы Эту идею Перенесли В какой-то другой регион На мой взгляд Эта Задача сложнее Чем Задача По предотвращению Строительства полигонов В Шиесе Потому что там Есть всего лишь Соглашение Между двумя Субъектами Московской областью И Архангельской областью Здесь есть Сугубо федеральная Полномочия Федеральная земля И выделенные Федеральные средства Поэтому конечно Задача Несравнимо Более сложная По Недопущению Строительства таких Объектов В регионе У нас сейчас Перерыв Полминутки И вернемся К этой теме Продолжается программа Особое мнение Сегодня его высказывает Вице-спикер УЗС Координатор проекта Чистая страна В Кировской области Роман Титов Мы продолжаем Тему С перепрофилированием Предприятия В Марадыково И вот Еще О чем Хочется поговорить О референдуме Который Задумали Проводить В Кировской области Партия Парнас Открытая Россия И уже По их словам Подали В избирком Обращение Документы По этому поводу Вот Как Такая идея На ваш взгляд Реальная И так ли Решаются Эти вопросы Вот На мой взгляд Здесь Представители Инициативной группы Которая Заявляет О проведении Референдума Либо Добросовестно Заблуждаются Либо Сознательно Вводят В заблуждение Людей Направляя Их активность В то русло Которое Не приведет К результату Почему Согласно Областному закону О референдуме Предметом Областного референдума Могут быть Вопросы Только местного Значения Или совместного Вопрос Вопрос По строительству Мотивы В российской федерации В российской федерации Но Казахстан Казахстан Международный аэропорт Аналогичная И вот буквально Недавно Одно из кировских СМИ Опубликовал Репортаж Из поселка Мирный Там Отличные дороги Там Новые дома Вот на мой взгляд Здесь я согласен С Владимиром Журавлевым И я этот вопрос Тоже поднимал На встрече С представителями Росрау Надо говорить О том Что регион Получит Что жители Получат Потому что 120 рабочих мест Это не так много С учетом того Что объект Как нам сказали Будет с нулевым Выхлопом Ну то есть Влияние на Ну то есть Ничего оттуда Не будет Никакие клубы дыма Выходить Загрязнять окружающую среду Значит что мы Платы за негативное Возвращение на окружающую среду В бюджет региона Не получим Никакой И плюс вывозиться Все будет На полигоны В другие регионы Тоже мы не получим За это платы Никакой Так вопрос в том Что действительно Возможно С учетом мощных Лоббистских возможностей Росатома Мы можем получить Дополнительные средства Из федерального бюджета На решение проблемы Медицины Например В Оречевском Котельническом Орловском районах На какие-то другие Там на социальные Те же дороги Которые будут разбивать Подвозят Те же дороги Которые будут разбивать Поэтому позиция Абсолютно обоснованная И как раз Позиция региона Союзники Общественности Митинг Это повод Выйти на переговоры И получить Некие там Инвестиции В регион Помимо тех Которые будут В объект совершены Поэтому идея обоснованная Но это второй Рубеж обороны А вот смотрите Роман По поводу Двух рубежей обороны Вот на ваш взгляд На какой налегать То нужно Все-таки Реально Добиваться Стоит ли добиваться Полной отмены Или лучше Выстраивать Как раз Диалог Я думаю Что у нас В регионе Есть те люди Которые Займутся И первым рубежом Обороны Там Я лично Занимаюсь Вторым Для того Чтобы Собственно говоря В случае Если объект Будет строиться Для того Чтобы он был Абсолютно Позрачен Для людей Для того Чтобы мы На ранних Этапах Могли предотвратить Использование Технологии Которые уже Нигде не используются То есть Опять же Там я Королькову Представитель Росрао Замруководитель Росрао На встрече Сказал Что там Коллеги Если вы Проектируете Что-то Там должны Использоваться Так называемые Наилучшие Доступные Технологии То есть Лучшие в мире Потому что В свое время В Европе Для Скажем так Для переработки Опасных Отходов Использовалась Технология Ну Каталитическая Там Да Потом было Признано Что это Оказывается Ошибка То есть Что наносит Большой Ущерб Окружающей среде Вот чтобы у нас Таких технологий Не дай бог Не появлялось Еще По этой И не только Теме Еще один вопрос По поводу Митингов Вот тот Который прошел 30 июня На нем выступило Несколько Кировских групп Вот на ваш взгляд Это что Это Мы на какой-то Новый уровень Выходим Мы так людей Привлекаем Может быть 52 тысячи Сможем привлечь Как на концерте Максим Или это Способ Выражения Музыкантов На самом деле Ничего нового В этом нет Если мы вспомним Президентскую Компанию Бориса Николаевича Ельцина В 96 году Митинги Концерты Тогда На мой взгляд Использовались Пожалуй Последний раз В таком Глобальном масштабе Вспомнили Эту традицию Да Людей привлекали Ну Что же сказать Отдадим должное Организаторам митинга Они сумели С помощью В том числе Технологии Сетевой активности Люди же не смотрят Сегодня Многие из тех Кто пришел на митинг Телевизор Есть кризис доверия Центральным каналам Люди читают интернет Очень массово Была проведена Их Красиво С точки зрения Технологии Компания в интернете Для тех Кто интернетом Не пользуется Была Расклейка Афиш по городу Правда Знак радиационной опасности Перепутали Со знаком биологической опасности Но как бы Так или иначе То есть Есть чему Поучиться Вот это я говорю Там без Всякой политической Там оценки Недооценки То есть Было сделано С точки зрения Политического пиара Очень и очень Неплохо Это Опять же К вопросу Коммуникационного Разрыва То есть Если инициаторы Строительства Собираются Влиять на общественное мнение Они должны использовать Аналогичные Или более Эффективные технологии Пока получается Что кировская Общественность Сумела Народу предложить То что То что народ Привлекло Еще одна тема Наверное Не менее горячая Чем Мородыкова Это Тарифы на услуги ЖКХ С сегодняшнего дня Они снова выросли На 2,8% В среднем По региону Но это уже Второе повышение В этом году Потому что Первый раз Повышали Из-за повышения Ставки НДС На 1,7% И вот Вот эти Все повышения Они Когда люди Хотят переименовать Слово зарплата В слово квартплата Как губернатор Хочет переименовать Мусорную реформу В реформу чистоты Кстати можно я Немножко Сойду с темы И спрошу вас Как вам такое название Я уже начал использовать Понятие реформа чистоты В своем канале То есть Мне понравилось Идея хорошая Я как-то сразу подхватил Хотелось бы Чтобы к этому Мы и пришли Да Так вот Люди В районах Платят по 7000 За маленькие квартиры Ну и в принципе Что далеко ходить Однушки в Кирове Зимой обходятся В 5000 рублей Ну вот я Свой пример Привожу 40 квадратов 5000 рублей в месяц Нет ощущения Что у нас Из-за этого Тоже люди Скоро на митинги Пойдут Да конечно есть И давно есть Это ощущение Там Меня слава богу Как-то По этой теме Жизнь миловала То есть У нас в районе Газовая котельная И Я За двушку Не плачу 5000 рублей Которые вы платите За однушку И Соответственно Речь идет о том Что компании Которые на этом рынке Работают Они либо Необоснованно Завышают тарифы Либо используют Неэффективное оборудование Которое жрет Такое гигантское Количество денег Вот недавно Ситуацию рассматриваем На ЗАГС собрании Зато Первомайский И со Слободским Где Ну крайне высокие цены На отопление При всем при этом При таких ценах Местные мупы Занимающиеся отоплением Они глубоко в убытках Там убытки Больше там 100 миллионов рублей Из-за того что Они на мазуте И цены на мазут Растут Совершенно непрогнозируемыми Цифрами Сейчас помощь Из областного бюджета Будет оказываться Но слава богу Мы понимаем Что по Мородыкову Ой Все про Мородыкову Уже речь Зато Первомайский Там инвестор Зайдет с нормальной Современной котельной Не на мазуте А в Слободском ГАЗ появится Но вопрос Ведь Вот у меня Как у члена Экспертного совета Региональных Суд по тарифам Каждый раз один и тот же Заходят к нам За документами На утверждение тарифа Вот есть обоснования Такая-такая-то Инвестпрограмма Вот построим То-то-то-то-то И на примере Например Того же ККС Тех же ККС Мы видим Инвестпрограмма Была И она была Отменена через суд Объединением Строителей Кировских Потому что Они сумели В суде доказать Что те объекты За которые Бралась плата Со строителей Из домов А значит С каждого Кто квартира Приобретает Плату за тех Присоединения На эти деньги Не было построено Вот на эти 200 миллионов Объектов Спрашивая Руководство РСТ Мы можем На это Как-то повлиять Нет Повлиять На это Мы никак Не можем У нас Ответственность Ресурсоснабжающих Организаций За невыполнение Инвестиционных Программ Она Не предусмотрена Только в судебном Порядке И в связи с этим Огромное опасение У меня лично Не в плане Менеджмента А в плане Тарифа По водоканалу То есть Смотрите Получается Вначале Водоканал говорит Что мы там Выходим С тарифной заявкой В два раза выше Чем сегодня Потом Глава города Дезвуирует Эти заявления Но видимо Мысли это такие есть Ведь посчитали Что надо в два раза Больше собрать Такие вопросы Недопустимы Я реально боюсь Роста платы За воду Которая никогда Никого не волновала Просто об этом Пока не говорят В слухе Незаметная цифра Мы с вами Сегодня Вода нас меньше всего Волнует Нас отопление волнует Но может начать Волновать и вода С учетом того Полномочия Региональной власти В этой сфере Крайне ограничены А РСТ Относится к региональной власти Как повлиять На этих монополистов Ну я на сегодняшний момент Затрудняюсь Сказать То есть Но реально Беда большая Я понимаю Что дорожает мазут Там газ дорожает Правда несущественно Но тарифы-то растут Опережающими темпами И это Сегодня огромная Нагрузка на кошелек Стоит только Федерация Какие-то льготы Предусмотреть Для тех же пенсионеров Как ресурсники Берут там И поднимают цены Да в рамках индекса Но всегда Находят что-нибудь А идет какая-то работа По этому сдерживанию Или это нереально Все инициативы Которые По ограничению Аппетитов Энергетических монополий Которые заходят На уровне Госдумы Как правило Торпедируются На уровне Профильного комитета Госдумы То есть там Лоббисты сидят Мама не горю Поэтому Проблема есть Решения пока нет У нас сейчас реклама Полторы минуты И вернемся в студию Особое мнение На 101FM Да это действительно Программа Особое мнение И сегодня его Высказывает Вице-спикер С координатора Проекта Чистая страна В Кировской области Роман Титов Роман о реформе чистоты Немножечко Времени у нас Уже немного остается Но вот Один из самых Острых В последнее время Моментов С контейнерных площадок Начали исчезать Контейнеры в Кирове Потому что За них никто Не хочет отвечать Управляющие компании Не заключают договор С перевозчиком Перевозчик убирает Контейнеры с площадок Управляющие компании Уже обратились К губернатору Чтобы он обязал Куприт Взять на себя это Потому что Как они говорят Куприт сейчас Получают Деньги За мусор Правда не получают За установку контейнера Но по их мнению Можно это включить В тариф И обязать Куприт этим заниматься Вот на ваш взгляд Кто за это Все-таки должен отвечать А здесь не может быть Двойных каких-то Разночтений У нас согласно Федеральному законодательству За контейнер Отвечают либо Собственники То есть В лице управляющей компании Которые представляют Их интересы Либо муниципальное образование Если контейнер находится На земле Муниципального образования Вот эти Обращения Включить в тариф Там Ребят Не трогайте Мусорный тариф Там Он без того Вызывает большие вопросы У людей Вы еще хотите Туда Контейнеры Включить Это К управляющим Компаниям Вот Не надо Ничего мудрить Если вы взялись Собирать деньги С жильцов На квартирного дома Подтратьте эти деньги На контейнер Это Ваша обязанность Не надо Перекладывать С больной головы На другую больную голову Потому что Куприт С учетом Несобираемости С учетом Несоответствия Заявленного Объема отходов В территориальной схеме И реально Собираемых Ими объемов У них Предположу Что огромный Кассовый разрыв Нам Еще контейнеры На них Нахлобучить И мы будем жить Без регионального оператора А то и Нет Без оператора жить не можем Будет Кто-то иной Вообще из другого региона Ну зачем Сейчас это делать Поэтому Ответ один Отвечают управляющие компании Ну и плюс Дополнительные деньги Они предлагают Кировчанам платить Следующая тема Дом на Щерце 127К Людей Которые там живут У них Осталась неделя Чтобы съехать Из своих Можно сказать Новых квартир Они купили их Несколько лет назад Точнее не их А земельный участок Как по документам Значится Они купили Доли В Собственности На якобы Объект Индивидуального Жилищного строительства Но в силу того Что у нас Согласно Федеральному Опять же Законодательству Незаконно построенный Объект Он не может быть Предметом Сделок Проще Даже сделки Незаконные По приобретению Долей Ситуация страшная По сравнению С тем Что год назад Мы в этой студии Этот же вопрос Обсуждали Ничего не изменилось Добавились только Прецеденты В других регионах Потому что В Венгрии В Кировской области Порядка Двадцати Незаконно построенных На участках Домов Участок Подожи Строится Многквартирный дом В этом случае 49 квартир В Кировской области Да Эти дома Сносятся Единственный Законный Способ Хоть как-то Людям Бедным Несчастным Получить Компенсацию Это выходить С гражданскими Исками Либо к Инициатору Этого строительства Кто им квартиры Продавал Он сидит Уже Насколько понимаю В местах Не столь отдаленных Осужден Либо Как вариант К той компании Риэлторской Которая им Продавала Эти квартиры Понимая Незаконность Этих сделок У нас Запрещена Фактически Продажа долей В незавершенном Объекте Незаконного Строительства Который Таковым И являлся Но Это вот Если говорить Про закон Я только что Встречался С министром Строительства Кировской области Вопрос ему задал Можете ли что-нибудь Сделать Он говорит У нас нет Полномочий Потому что Это не дольщики Они не подходят Под 214 закон Который Хотя бы Как-то гарантирует Защиту Прав Участников Жилищного Строительства Наверное На мой взгляд Не регионально Это вопрос Городских полномочий Городостроительных Городские власти Должны Изыскать Способ Этим людям Помочь Вот В силу того Что да Пробел Федеральным законодательством Но нельзя же Людей то на улицу Как-то И пока Насколько знаю Таких предложений К людям Не поступало Но вы имеете Ввиду Какой-то Маневренный фон Хоть какое-то Жилье Это у людей Единственное жилье Пока они судятся Рядятся Пытаются Высудить деньги Потому что Еще раз повторюсь Это единственный путь Но они где-то Должны жить Тут Абсолютно Нельзя их Оставлять на улице Но Вот По практике Других регионов Дома Аналогичные Сносят массово Московская область Ленинградская область И Краснодарский край Там Серьезный объем И исков И Сноса этих домов Как вы у нас Год Может быть полтора года назад Говорили в эфире Что Не снести дом Нереально Тем более Сейчас есть судебное решение Которое обязывает Снести этот дом То есть Судебное решение Может быть пересмотрено В силу каких-то Открывшихся новых обстоятельств Но их не открывается И поэтому Приставы обязаны Исполнить решение суда То есть дом Скорее всего снесут Да Да То есть Вариантов его Переоборудования Легализации Хотя В кировских СМИ Эта тема обсуждается Приводятся какие-то другие Объекты Там Слободалово Все прочее В этой конкретной ситуации Я не вижу Законного механизма Сделать этот дом Жилым И многоквартирным Даже если Изменить разрешенный Вид использования Земельного участка Там Задним числом Под многоквартирным дом Он построен Со всеми мыслями Немыслимыми Нарушениями Строительных норм И правил Его никак не сделать Там звучали идеи Там Третий этаж Надо строить Там еще что-то Подождите Если он будет трехэтажный И он Соответственно Попадает В сферу Государственного надзора В строительстве Надо полностью переделать Проектную документацию Заново строить дом Откуда деньги возьмутся Я не понимаю А вот Подождите Я не понимаю Вот в данном случае Это шаг навстречу К людям Или От людей Потому что Ведь люди-то без жилья Остаются Или это Для них хорошо Потому что На них крыша Не обвалится Там Не знаю Через несколько лет Да все для них плохо И жить в этом объекте Нельзя Хотя Люди говорят Что ну вот Живем же Ничего не случилось Это не значит Что не случится Следующий раз Еще раз дом строили Без госнадзора Как для себя А потом продали В нем доли И там Материал экспертиз Там по каждому По каждой строительной конструкции Есть нарушение Вот Не вижу возможности Легализовать этот дом Но еще раз Говорю Там Это задача городских властей Решить проблемы этих людей Обеспечить их жильем Пусть даже маневренного фонда Найти правовые основания Не отбрехиваться Не откидывать А решить вопрос принципиально Потому что область Не имеет полномочий На этот город Имеет Резко к следующей теме На прошедшем Пленарном заседании В УЗС Принимались поправки В бюджет Одна из них Выделение аэропорта Победилова 30 миллионов рублей Всего в этом году Власти хотели увеличить Субсидию до 100 миллионов По крайней мере Были такие заявления И это больше Чем раньше Таких сумм Аэропорта Еще не выделялось Там сейчас Новый руководитель Но при этом По итогам Прошлого года Выручки В аэропорте Упали Люди В Кирове Скажем так Живут Не очень богато Возможно Даже можно сказать Что бедны И не могут Мечтать Многие Об отпуске Вне дома Не то что В каких-то перелетах Вот на ваш взгляд Нужны такие вливания Это вопрос Конечно Уже много лет Поднимается И депутаты Предыдущего созыва Его поднимали На самом деле Ситуация тоже сложная Закрыть аэропорт Нельзя и невозможно Потому что Это объект Федерального значения Там просто Росавиация Не даст это сделать Он крайне важен В том числе Как резервный аэродром Для того же Нижнего Новгорода Но наверное Это вопрос к нам Надо Руководство аэродрома Будет в рамках Осенней сессии Аэропорта Точнее Позвать На заседание Комитета по промышленности Пусть нам расскажут О своих планах Куда они собираются идти Потому что Деньги выделяются Но изменений Пока великих нет Но я понимаю Что все Малые аэропорты России Они планово убыточные По-моему Только один Кемерово Был какое-то время Прибыльным Просто потому что Безальтернативно Оттуда из Кузбасса Выбираться В Москву Там несколько дней Поездом ехать А у нас всегда Есть альтернатива Народ очень чувствительный К ценным колебаниям И чуть что Сразу пересаживается В поезд Вятка И с комфортом Едет до Москвы Поэтому Наверное Мысль правильная Мы этот вопрос С коллегами посоветуемся И вытащим На осеннюю сессию Для того чтобы Можно было действительно Посмотреть Куда деньги пойдут А вот по поводу Развитие Приведу цитату Дениса Ерохина Депутата Гордумы Он тоже у нас В эфире Сказал о том Что развивать Аэропорт Может быть И не нужно Нужно поддерживать Его в том состоянии В котором он есть То есть сохранять Те направления Основные направления Москва Санкт-Петербург Юг И уменьшить Соответственно Вливание Которые могли бы Пойти куда-то В другое место А ведь это вопрос Ну все правильно Надо поддерживать Хотя бы в этом состоянии Сложно говорить О развитии Полетной сети Потому что Сейчас программа По перевозкам В рамках ПФО Она фактически свернута А энное время Отдавало пассажиропоток Вопрос в том Что доходные источники Аэропорта Они крайне скудны Это плата За обслуживание рейсов Это Там Часть операционных доходов За продажу Авиабилетов С учетом того Что у нас нет Своей авиакомпании Этой строки дохода Тоже нет Поэтому Вот пока Сложно говорить Что в ситуации Текущего Состояния доходов Кировчан Как-то вот у нас С радужной перспективой По Победилово Появится Не понимаю пока Откуда Но поддерживать Точно надо По административной реформе Еще хочу задать Вопрос Речь о том Что губернатор Не так давно Передал Свои полномочия Председателя Правительства Александру Чурину Вот Виден ли уже Какой-то результат Этих перемен Ну мне Как Человеку Находящемуся Внутри системы Этот результат Виден Потому что На время Отсутствия Губернатора Ни на секунду Жизнь административно Не замирает Это если Раньше Замирало Ну раньше Была ситуация Например Нет губернатора Проект закона В ЗАГС Собрание Не может быть Внесен На сегодняшний момент Он вполне Успешно Вносится Председателем Правительства Вот такие Маленькие моменты Которые говорят О том Что да Эта реформа Была эффективна Пока еще остается Несколько Незаполненных позиций Это условно говоря Условный Кочетков И условный Кадыров То есть Замкурирующий промышленности Замкурирующий ЖКХ Которые от нас Не так давно ушли Да Которые не так давно ушли Я не знаю Будут ли Заполняться эти позиции Или будет Председание полномочия Но пока Эффект Я вижу И хорошо Что это все Произошло А по поводу Частых поездок Мы это видим все Да Что губернатор Стал в Москву Выезжать чаще Вот Есть какой-то Результат От этого Именно потому что Губернатор стал чаще Выезжать в Москву Буквально На каждом заседании ЗАГС Собрания Мы принимаем Дополнительные поправки По увеличению Доходной части бюджета 1,9 миллиарда Дополнительно На прошлой неделе Мы одобрили С коллегами Это 57 миллиардов рублей Доходная часть Областного бюджета Такого никогда не было То есть На ваш взгляд Это связано Игорь Васильев Это очень сильный Федеральный лоббист И лоббист региона И средства Его поездки За средствами Для региона в Москву Они успешны Это видно Просто по показателям Бюджета Сегодня Игорь Васильев В Кирове И у него Сегодня прямая линия Кировчане В соцсетях И не только В соцсетях Отправляют вопросы И кстати Большая часть Из них Ну возможно Столько же Сколько и по Мородыкову Вопросов По ЖКХ Как раз Люди прям Приводят свои истории Пишут Сколько они платят За свои малюсенькие квартиры А вот Вы Роман Что-то бы спросили У губернатора И что? И у губернатора И у президента Который Сам Собственно говоря И положил Традицию Диалога с людьми Через Прямую линию Это Диалог В обход Чиновников Ну как изначально Формат был задан Я бы задал им Один и тот же вопрос Какой вы видите Кировскую область Какой вы видите Россию В 2030 году Потому что Меня вопрос Очень волнует Меня волнует В каком городе В какой области В какой стране Будут жить мои дети Очень хочется Увидеть стратегию И узнать О том Как мы будем жить в будущем Ее кстати Многие ждут Многие в нашем эфире Об этом говорят А наша программа Сегодняшняя Подходит к концу Спасибо Роман Вам большое Доброго дня Вам Особое мнение На 101FM